Дилёвская роща Спортивный заряд открыт для всех групп населения, но в приоритете несовершеннолетние. Дети активны всегда, а в летний период особенно. Мне очень нравится, я люблю заниматься спортом, но иногда все-таки тяжело. Заниматься спортом с друзьями это еще веселее, потому что мы большую часть времени смеемся. Волейболисты команды «Тюмень-2» тренируются в родном городе. И любое занятие им сейчас дается непросто. Слишком уж большим вышел отпуск. Засиделись, конечно, рвутся вперед в бой. Мышцы свои привести в порядок. Сейчас занимаемся. Втягивающий у нас процесс идет. Готовимся к скоростной работе. Готов на процентов 90 точно, пока иногда дается себе знать колено. Растягиваю, закачиваю мышцы. Стараюсь не думать об этом. Без дела игроки тюменского дубля старались не сидеть. Кому-то на помощь пришли турниры по пляжному волейболу. Благо, Уральская лига стартовала в начале июля. Вообще, как бы Уральская лига по пляжному волейболу очень сильная. Нас выбивали буквально. Сразу без проблем. Но все равно для нас это большой опыт. Для меня это первые соревнования были по пляжному волейболу. Здравствуйте. В эфире новости спорта, подготовленные агентством Тюменская арена. Массовым финишем завершился первый этап многодневки Критериум Ду Дауфин, которая проходит на юго-востоке Франции. В ходе дистанции на 218,5 километров велосипедисты штурмовали семь горных подъемов. В лидирующей группе находился и россиянин Павел Сиваков, представляющий Тюменскую область и британский клуб Иньос. Одинаковый результат 5 часов 27 минут 42 секунды показали 56 гонщиков. Во-первых, финишную черту пересек бельгиец Ваут Ван Арт. Трехкратный чемпион мира по велокросу продолжил свою победную серию в шоссейных стартах текущего сезона. Он уже выиграл в Италии гонку Милан Сан Рема, опередив других титулованных конкурентов на дистанции 315 километров. Сиваков по итогам первого этапа занял 47 место. В критериум Дуда Уфин заявились 23 клуба. Контрольный матч в рамках подготовки к чемпионату высшей хоккейной лиги провел Тюменский Рубин. В поединке с Курганским за Уралием подопечные Михаила Звягина уступили 3-4. Трижды по ходу встречи сибиряки отыгрывались, а в створе Алексея Артанкина сменял Георгий Анаркулов. Одна шайба на счету Алексея Митрофанова, дубль оформил Денис Ячменев. Точку в матче на 45-й минуте поставил круганец Владимир Джик. В концовке Рубин снял вратаря, но за Уралье победу удержало. Футбольный клуб Тюмень открывает домашний сезон первенства России среди клубов ПФЛ уже в субботу. 15 августа на геолог пожалует Лада Тольятти. Из-за действующих в нашем регионе эпидемиологических ограничений встреча с автозаводцами пройдет без зрителей. Агентство спортивных новостей Тюменская арена, понимая переживания болельщиков, организует прямую трансляцию матча второго тура. Эфир в режиме лайв состоится на областном телеканале Тюменское время. Трансляция матча будет доступна также на сайте asnta.ru и на ютуб-канале ФК Тюмень. Время начала 15 августа в 17.55. Полуфинал национального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills Russia в этом году по понятным причинам проходят в дистанционном формате. В компетенции физическая культура, спорт и фитнес честь нашей области защищает биатлонистка Евгения Клопотная. Победительница регионального этапа чемпионата WorldSkills учится в Тюменском колледже производственных и социальных технологий на педагога физкультуры и спорта. Именно в нашей компетенции это студенты учебных заведений, которые хотели бы и желают связать свою жизнь с физической культурой. В этом году дистанционно, ну вот сейчас со мной на протяжении первых четырех часов был эксперт, который следит за мной через онлайн веб-камеру. Это во-первых. Во-вторых, в каждом углу стоят камеры, возле меня стоят камеры. Биатлонное прошлое точно помогло 20-летней Евгении в выполнении конкурсного задания. Работа по определению состояния здоровья девушки-волонтера и составления для нее индивидуальных тренировок. Постепенно набирают форму и готовятся к новому сезону. Волейболисты команды Тюмень-2 тренируются в родном городе. И любое занятие сейчас им дается непросто. Отпуск, на который пришлась пандемийная пауза, в этом году затянулся на рекордный срок. Но в любой ситуации можно найти плюсы. Истосковавшись по волейболу, игроки работают совершенно без поблажек. Засиделись, конечно, рвутся вперед в бой, мышцы свои привести в порядок. Сейчас занимаемся втягивающий у нас процесс идет. Готовимся к скоростной работе, чтобы поскоростить, к прыжковой работе, чтобы на скорости максимум отработать. Готов на процентов 90 точно, пока иногда дается себе знать колено. Ну, растягиваюсь, закачиваю мышцы, стараюсь не думать об этом. Без дела игроки тюменского дубля летом старались не сидеть. Кому-то на помощь пришли турниры по пляжному волейболу. Благо, Уральская лига стартовала в начале июля. Соревнования в Челябинске и Екатеринбурге не обошлись без участия тюменцев. Вообще, как бы, Уральская лига по пляжному волейболу очень сильная. То есть, нас выбивали буквально. Сразу без проблем, в общем. Но, все равно, для нас это большой опыт. Для меня это первые соревнования были по пляжному волейболу. До этого только так, ну, то есть, любительски собирался в городе где-то, играл со знакомыми. Вот, а тут решил попробовать. На этом наш выпуск завершен. Остальное на сайте asnta.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова